Итак, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители покушать, и мы продолжаем с вами играть такую увлекательную игрушечку, как Сити Скайлайт. Ну и в принципе, как я люблю это говорить, за кадром произошли кое-какие изменения. Но эти изменения коснулись в принципе всего нашего города в общем и целом. А конкретно я занимался за кадром тем, что развивал наш город именно таким образом, чтобы наши все районы развивались планомерно, эффективно и равномерно. То есть мне приходилось ходить по нашему городу и уничтожать те районы, которых было бы слишком много, и на их месте строить районы, которых было меньше всего. Таким образом, план нашего города выглядит именно таким вот образом на данный момент. И как можем видеть, сейчас в принципе по статистике нашего города нам не хватает жилых мест. И в принципе, возле нашего парка есть куча мест, которые мы могли бы с вами заселить. Но пока это временное решение, потому что вообще надо было бы начинать мне уже строить новые районы и продолжать развитие нашего города и его расширение. Ну и в принципе, прежде чем начинать строительство нашего городка, я хотел бы отдать дань традиции, которые у нас кочуют из серии в серию. И это давание названий в честь имен подписчиков или в честь того, как они предложат назвать один из районов нашего города или улицу, или дороги, или парка, все что угодно. Например, под одной из предыдущих серий мне дали вот такой вот комментарий и сказали один из районов назвать беспробочным, где меньше всего пробок. Но проблема нашего города в том, что тут нету пробок. Несмотря на 85 тысяч населения, пробок тут нет. И поэтому назвать любой район беспробочным здесь можно. И мне кажется, больше всего подойдет вот этот вот Вермонт Хайтс, который здесь вот расположен. И также мне предложили один из районов назвать Рудфилдик. И вот этот вот район у нас является непереименованным. Замечательно. Все. Рудфилдик у нас также здесь появился. Мне кажется, тут что-то явно нецензурное, но мой скудный мост не способен разглядеть пошлость в этих словах. Ну, неважно, допустим. Ну и в принципе, если вы хотите, чтобы в честь вас был переименован район, или у вас есть какое-то свое видение одного из этих районов, то вы можете оставить просто банальный комментарий, и в честь вас или в честь вашего комментария будет назван один из районов этого города, а возможно переименован он уже существующий. Ну а теперь мы переходим непосредственно к строительству этого города. И первое, чем я хотел заняться, это благоустройство нашего университета, который здесь у нас стоит уже несколько серий. А именно я хотел бы заняться местами, которые мы можем предоставить для наших студентов. Мы сейчас можем предоставить всего 5000, что крайне мало. И единственный способ, наверное, и правильный способ решения этой проблемы я вижу размещением новых мест под наших студентов. А именно я хочу здесь попробовать разместить несколько лекториев для того, чтобы нашим студентам было удобно здесь учиться. Ну и все, мне пришлось воспользоваться немножечко анархией, но таким образом я смог разместить еще парочку здесь лекториев. Возможно, слишком это выглядит топорно и глупо, но игрушка нам не позволяет сделать ничего по-другому. И мы можем видеть увеличение количества студентов до 10 тысяч. И в принципе, по вместимости мы можем все вместить, что даже очень хорошо, я бы это сказал, в какой-то степени даже немножечко плохо, потому что не будет создаваться конкуренции. Так, и, кстати, по городу, что у нас тут? По высшим школам тут явная нехватка, я так понимаю, да? Потому что вот этого высшей школы не хватает, и вот этого тоже высшей школы не хватает. Ладно, давайте сейчас еще построим высшей школы. Хотя бы одну штучку здесь. Ну и скажем, ну давай здесь еще одну штучку предоставим. Возможно, даже слишком много получается, но тем не менее. А еще также у нас постепенно, пока мы с вами говорили, увеличилась потребность в жилых зонах. И мне придется возле парка продолжать замещать пространство, чтобы город в таком вот виде, как сейчас, вышел в равновесие. И когда мы начнем создавать непосредственно новые райончики, старые райончики, нам не пришлось трогать и как-то видоизменять. Также хотелось бы немножечко продолжить тенденцию решения проблем с образованием вот в этом нашем райончике. Если так посмотреть, то школ им не хватает, наверное, да? Ладно, давайте здесь вот разместим, скажем, пока что одну вот такую вот начальную школу. Школу, в принципе, где-то посередине, если ее не будет хватать, если она будет полностью вся заполнена, сейчас посмотрим на ее тенденцию, то мне придется, наверное, еще строить вот такие вот начальные школы. Тем более, что высшая школа здесь есть, и у нас она не полностью заполнена. А это может только значить то, что вот этот вот весь маленький участок у нашего прудика будет успешно и плодотворно заполняться. Но, в принципе, мне кажется, настало уже время для того, чтобы начинать планомерное строительство и расширение нашего маленького городка. И пока я начал расширение вот в эту область, но это может прозвучать абсурдно, но в эту сторону мы начали расширяться, чтобы расшириться вот сюда. Но мои планы какие? То есть вот здесь вот я хочу разместить такую же клеверную развязку и примерно вот такой же план строения вот этого нашего райончика и вот этих вот наших четырен зон. И так как здесь будет клеверная развязка, то мы сможем сделать выход вот небольшой вот сюда. И здесь вот таким же образом вырастет такой уже, наверное, по размеру райончик. И даже с небольшими, возможно, притоками вот здесь вот. Сюда же я хочу развиваться только по одной причине. Как можно видеть, вот здесь вот, в принципе, есть железная дорога. Я даже здесь вот начал делать небольшую такую развилочку. И я хочу, чтобы здесь стояла такая небольшая железнодорожная станция, которая бы принимала наших гостей из дальнего зарубежья. Ну или, в принципе, из любого другого города, который могли бы здесь быть, и чтобы люди приезжали сюда. И также, если хотят, непосредственно уезжают. И это будет гигантский просто прирост к нашему городу по численности населения и по туристической ценности. Все. Таким вот образом у нас замечательным клевер здесь стал. Сейчас нужно его подсоединить непосредственно к нашей основной дороге. Для того, чтобы это все максимально удобно работало. И также, для того, чтобы просто удобно нашим жителям было здесь жить, я хотел бы зоны шоссейных дорог, которые идут непосредственно рядом с нашим городом, улучшить до вот таких вот дорог непосредственно нашими пандусами, которые бы защищали наш город от различных шумов, которые будут непосредственно создаваться машинами, которые ездят по вот этому нашему шоссе. Ну и примерно как-то так. Возможно, немножко кривенько, но таким вот образом у нас стала развязка. Я не стал изобретать опять-таки велосипед и разместил ее ровно так же, как она была вот размещена вот в этом месте или вот в этом. Это, возможно, даже слишком продумано по развязке. Я лучше перестрахуюсь лишний раз и не буду создавать лишних пробок, чем непосредственно налеплю тяп-ляп и создам лишние ненужные никому пробки. В принципе, вот всю разметку, которая здесь должна была быть, я ее разместил. И по итогу, наверное, у меня получается здесь вот таких вот 5 квадратиков без пробочных. Я надеюсь, что все это будет очень продуктивно и нормально работать именно так, как я хочу. Но, возможно, я сейчас сделаю глупость, но пока я не хочу заниматься вот этим вот районом. Пусть он здесь стоит, и это будет такая буферная зона и зона, где я смогу что-то сделать впоследствии, но не сейчас. И сейчас я хотел бы добавить в наш город транспортное сообщение с поездами, чтобы поезда у нас ходили в нашем городе. И нам всего лишь нужно здесь, вот здесь вот в этом районе, сделать такого же типа разметку, как вот здесь. Я надеюсь, что это у нас легко получится, потому что единственная проблема у нас здесь это рельеф. Ну ладно, давайте строить. Ну, рельеф я, в принципе, выровнял. Построил здесь вот такую вот набережную, и нас немножко даже из-за этого подтопило. Но куда деваться? Надо продолжать строительство. Ну, как-то так. Возможно, это получилось не очень-то особо симметрично, но, к сожалению, ничего с этим я поделать не могу. У меня были также пара идей, как модернизировать эту вариацию района. Да, именно я хотел бы сделать вот здесь вот продлить, таким образом, чтобы получились здесь вот квадратики, например, как вот здесь вот. Но пока я этого делать не хочу, не буду. Так, вот здесь вот мы немножечко таким образом отстроили. Но самое главное то, что примерно наш город находится в равновесии. Это можно понять, когда все вот эти вот три ползунка примерно находятся на одном уровне, и они находятся на середине. И что я сейчас хочу сделать? Я же изначально все это строил для того, чтобы сделать поездное сообщение. И тадам! Все. Мы построили здесь, получается, наше депо. И как я вижу, то, что оно даже приносит радость для наших жителей, несмотря на то, что оно приносит и также еще и много шума. И теперь мне нужно его соединить непосредственно с нашей линией ЖД. И вот эта вот наша же станция сможет принимать теперь иногородние поезда. Галочка у нас здесь стоит. Я надеюсь, что оно как-то будет у нас работать и нормально работать при этом. Правда, мне пришлось немножечко тут извратиться, и, возможно, впоследствии вот эта станция у нас куда-то переедет. Но пока она стоит здесь, и пока у нас все хорошо. Но самое знаете, что страшное, ребят? Те линии метро, которые я строил в прошлой серии, придется, наверное, сносить и модернизировать когда-то в будущем. И связано это непосредственно с застройкой наших новых районов. Потому что, как минимум, вот эта кольцевая ветка, она будет перенесена вот сюда. То есть, она будет идти еще шире. То есть, вот это кольцо будет еще шире. Поскольку вот здесь вот так же, возможно, будет квадратик. Вот здесь вот будут квадратики. Эти все непосредственные квадратики будут заполнены. И здесь вот так же мне, наверное, впоследствии просто будет легче пустить внутреннее кольцо. И вот такие вот два кольца будут у нас посередине гвоздик. Ну, все замечательно у нас. И сейчас я предлагаю начинать постепенно, планомерно размещать вот здесь вот наших жителей. И начать я бы хотел с вот этих вот районов. Хотя, не знаю. Я не знаю, какой лучше взять район для застройки. Вот серьезно, не знаю. И, пожалуй, чтобы все это было более эстетично и более правильно, начинать нужно вот с этих вот пяти райончиков. Первым делом, как это и полагается, я здесь для начала делаю зону. Думаю, пяти районов хватит для новой зоны. Как ее назвать, предложите вы свой вариант в комментарии. И пока так же я нахожусь в режиме разметки зоны, заполняя вот эту вот нашу новую зону, которая здесь будет располагаться. И таким вот образом у нас первый уже квадратик успешно заполнился и полностью готов к тому, чтобы заселять сюда людей. Также здесь уже успешно проведена вода и отопление. И осталось мне только заселять здесь успешно людей. Если я все правильно помню, на один такой маленький райончик у нас идут две начальные школы. Я предлагаю сразу же их здесь и разместить. И желательно просто недалеко друг от друга. И в самом центре для того, чтобы людям было удобно сюда добираться у нас. И сейчас же я хотел бы разместить одно высшее учебно-образовательное учреждение. Ну, скажем, пусть оно будет размещено вот здесь вот. Людям теперь удобно сюда будет добираться и все у нас будет замечательно. И останется мне только заполнять вот эти вот жилые места зонами, где могли бы у нас располагаться наши люди. Как бы это ни странно. Ну и по сложившейся традиции я вот здесь вот размещаю наши зоны под коммерцию. Деловые зоны надо было бы размещать рядом с метро. Я забыл, ребят, про метро. Ладно, ничего страшного. Мы все это можем легко и с вами исправить. Просто разместив здесь вот такую вот станцию и ветку метром. И здесь вот пока я временно отключаю для того, чтобы потом я не забыть, чтобы здесь вот был такой вот маленький значочек. И все. Теперь мы вот здесь вот размещаем, как я уже говорил, магазины теперь точно. И оставшиеся вкрепления я буду заполнять непосредственно жилыми зонами, пока не потребуются какие-либо другие зоны. Как бы это ни странно, было бы. Возле линии метро опять-таки идет деловая зона. Ну и еще давайте парочку жилых зон разметим рядом со школами. Дальше посмотрим, как себя поведут люди и как они будут заселяться в этот проем. Также, я думаю, не стоит забывать и в первую очередь здесь начинать размещать всякого рода парки. Тем более, что есть такие парки, которые способны покрыть сразу всю область и не создавать особых таких больших проблем. Все, по идее у нас здесь вот теперь уже потребностей в жилых зонах нету полностью, замечательно. Но есть опять-таки потребность в промышленных зонах и коммерческих. Ага. Студентов у нас все меньше и меньше по какой-то причине идут. И если у нас есть потребности по деловым и коммерческим, то, пожалуй, мы займемся тем, что будем их постепенно и планомерно размещать, чтобы соблюсти какой-никакой баланс. Потому что баланс в этой игре это чуть ли не самое важное, что есть. Также я хотел бы заодно сразу посмотреть по службам, которые тут могли бы располагаться. В принципе, крематолии нам не нужны. Здравоохранение у нас на высшем уровне. Аварийные службы у нас не на высшем уровне. Ага. А если мы сделаем вот таким вот образом? Скажем, пусть пожарное депо стоит вот здесь вот, на случай экстренного реагирования. Ладно. И здесь пожарное депо тоже, мне кажется, было бы не лишним. Хотя бы одна штучка. Все, теперь я надеюсь, все нормально будет у нас с пожарной безопасностью. Так, а что у нас по полиции? Да, тюрьму я закрыл, потому что она просто здесь мешала и была не нужна. Но, в принципе, по опасности, по преступности я не вижу. Только вот здесь вот корпорации, которые образуются, несут опасность в плане, возможно, коррупции. Но это не так важно и не так принципиально. Поэтому даже можно немножечко их проигнорировать. Ну что ж, продолжаем заниматься размещением нашего города и продолжаем застройку его. Тем более, что мы это можем и мы это делаем. И мне заодно хотелось бы начинать уже постепенно и планомерно увеличивать наш город и размещать в нем всякие такие развлекательные места. И привлекать уже в этот город туристов было бы очень даже замечательной идеей. Что мы можем здесь разместить? Гипермаркет. Нахер он мне нужен здесь? Кинотеатр. Но он какой-то здоровый, по-моему. Один кинотеатр на весь город, тем более. Но это не здесь явно можно будет разместить, но можно будет опять-таки. Городской совет. Опа-на. Опа-на. А вот это тема, мне кажется. Триумфальная арка. Тут много всего. Букингенские ворота, рождественская ярмарка, статуя свободы, эльферева башня. Неплохо. Торговый комплекс. Это что-то типа ЦУМа, наверное. Космодром. Опа. У нас есть зимнее уникальное сооружение. Это у нас есть открытый уже спа-отель. Спа-отель я, пожалуй, даже размещу. Пусть люди ходят в этот спа-отель и... Спа-отельцы. Почему бы и нет? А тут достаточно много интересного. И, в принципе, я думаю, то, что в следующей серии можно попробовать повыполнять ачивки, которые здесь есть. Допустим, для того, чтобы выполнить хоккейную арену, нужно построить геотермальные станции. Только пять единиц. У меня сейчас их две. Но ничего страшного. Это, в принципе, можем выполнить. И такими же примерно заданиями наполнены все вот эти вот ачивки. И их было бы очень интересно здесь построить. И, как можем видеть, вот этот райончик у нас уже полностью и успешно заполнился. Ура! Меня это, безусловно, радует. Я думаю, то, что вот эти вот части будут уже заполняться застройкой маленькой, так же, как вот здесь у нас заполнено. Выглядит, кстати, это очень бомбезно, особенно на контрасте с нашим большим городом. А вот эти вот конторы, кстати, здесь не очень смотрятся, на самом деле. Но никуда мы от этого не геймемся. Ладно, раз вот этот вот райончик заполнился, то можно, я думаю, уже заполнять вот эти вот два райончика сразу в дуэте, наверное. А еще, кстати, пока я тут все равно заполняю, меня мучает один маленький вопросик. Ну, как мучает, скорее интересует. Получится ли у меня в этой серии дойти до 100 тысяч населения этого города? Делайте ваши ставки, господа. И примерно как-то так. Это все у нас разместилось. Правда, я немножечко накосячил вот в этом месте, чтобы машины нормально заезжали и выезжали. Но я думаю, это особо проблем не выдаст. Ааа, ладно, придется перестраивать. Ну и примерно как-то вот так у нас два района встают. Успешно и замечательно. Осталось мне, наверное, пара штрешков, и все у нас будет готово. Вообще, на самом деле, очень сложно сейчас становится размещать метро, как минимум, в том плане, чтобы планировать это все планомерно. И с расширением города сделать это все сложнее и сложнее. Поэтому у меня даже мозги в определенный момент взрываются. Но от этого становится интереснее играть только больше и больше. Ну все, начинаем мы с вами строительство и заполнение районов нашего города. И не забудем сразу о размещении вот таких вот замечательных начальных школ в количестве двух штук на каждый квадратик. И высшая школа в количестве одной штуки на каждый из этих квадратиков. Почва загрязнена, из-за этого граждане болеют. Ага, а из-за чего почва загрязнена? Где тут отходы? Загрязнение есть от котельной. А, котельная у нас все-таки загрязняет, да ладно. Давайте перенесем котельную вот сюда. Что-то я не подумал на самом деле об моменте, то что котельная загрязняет наш город. Ну ничего, сейчас котельная была снесена. Я надеюсь, что это сугубо благотворно повлияет на наших горожан. Ибо я не хочу, чтобы они болели. То, что вот это вот у нас райончик будет сугубо деловым. И нужно еще примерно прикинуть, где здесь будет деловой райончик. Я думаю, что вот это вот место будет для него самое подходящее. Ну и оставшиеся места я по большей части стараюсь занимать непосредственно жилыми зонами, чтобы люди сюда хотели приезжать и приезжали. Ну, кстати, получился такой вот очень даже интересный эффект нашего города. Можете наблюдать его сейчас у себя на экранах. Я имею в виду вот такие вот длинные и предлинные тротуары. С точки зрения жителя, вот такие вот тротуары, они не очень классно выглядят. Потому что с точки зрения жителя, они выглядят как длинный и бесконечный туннель. И это очень сильно действует на самом деле на психику. Но зато это меньше всего создает пробок, как мы можем видеть, даже по сравнению с моим предыдущим городом. Также я вижу какие-то проблемы со смертностью в нашем городе. И, видимо, это потому, что тут вот я вижу пробел по крематорию. И его нужно замечательно у нас устранить. И крематорию у нас замечательно вот в этой вот точке поставится. Все. Надеюсь, что проблемы вот с этими вот местами у нас уйдут. И смертность в этом городе прекратится резко. Ну, а вот это вот наши районы постепенно строятся. И, как можем видеть, они строятся неравномерно и как-то не очень быстро. Потому что не очень большой спрос. Но спрос не очень большой сугубо, потому что прошло очень мало времени. И сейчас мне придется, наверное, опять ждать, ждать и еще раз ждать, пока наш город придет в свое равновесие. И мы сможем нормально его заполнять. Ха-ха-ха. И почему я раньше этого не замечал? Произошел отчет за учебный год. Во-первых, есть хорошая новость. У нас студенты перестали отсекать, а начали затекать наш вуз. И вот я вижу то, что тут надпись. Две вечеринки в простынках. В этом году студенты извлекли на вечеринку в простынках более 9 тысяч белых простыней. Студенты плели венки и цветов клумб кампуса, чтобы дополнить свой образ для вечеринки в простынках. Почему я так с этого просто... Почему меня размотало это так? Надо почаще читать вот эти вот вещи всякие. Они прикольные на самом деле. Ну и пользуясь случаем, я как раз сообщу, что тут происходит у меня, пока я жду. Я продолжаю заселение вот этого нашего райончика. Пока вот этого вот только. И также я продолжаю и видоизменяю немножечко наши пешеходники. То есть я делаю подземные пешеходы, таким образом, чтобы нашим машинам не создавать особых таких помех. На удивление моё, почему-то нужны только деловые зоны и жилые. Коммерция почему-то не нужна особенно так. Возможно, потому что я слишком даже разместил много. Но это не особо много по сравнению с масштабами предыдущего нашего города. Ну, куда деваться, это всё на усмотрении игры. Ну, а я продолжаю ждать, и если будет что-то интересное, я обязательно вам скажу. Ну, кстати, вот одна из проблем, наверное, игры, которую я сейчас вижу. И это именно не проблема дорог и не проблема чего-то такого. Это проблема целиком и полностью игры. То есть машины, ладно, отсюда въезжают. Я уже смирился, потому что они едут здесь по одной полосе. Я уже смирился, что здесь машины едут тоже по одной полосе, хотя у них шестиполосная дорога. Как бы для них все условия созданы. Но мне пришлось вот здесь вот разместить перехрёсток только потому, что все вот эти машины стекаются в одну полосу. И я не понимал долго почему, пока не включил вот это вот транспортные маршруты. Они все стекаются в одну полосу для того, чтобы вот всё вот этот вот путь ехать в одной полосе. И под конец разделиться на две. Даже на три. Ну, просто смотрите, вот здесь вот они разъединяются. Чуть ниже спускаемся, здесь они объединяются в одну. Ну, как вот мне объяснить? Вот объясните, зачем? Какая у них логика? И это же быстрее, гораздо быстрее. Вот здесь вот повернуть на самую крайнюю правую, если нужно перестроиться на правую. Ну, я не понимаю, ребят. Хоть убейте, я не понимаю этой их логики. А потом мне ещё и говорят люди, что я фигово строю города. Нет, это не фигово я строю города. Это люди не логично думают своими головами. Кстати, у меня есть даже хорошая новость для нашего города. И мне это очень несказанно радует. В плане образования наш город преуспевает. Отвечающих требованиям 3000 студентов. То есть, единовременно у нас могут случиться в нашем городе 10 тысяч, а отвечают требованиям 3500. То есть, всех других мы обучили. И это меня, безусловно, радует. И это свидетельствует о том, что особой конкуренции на наш университет нет. И он со всеми успешно даже справляется. И поэтому расширять его сейчас не имеет вообще никакого смысла. И даже он сейчас является слишком большим. Ну и даже мне, наверное, придется парочку лекториев здесь закрыть. 700, 800, 900. 100 тысяч! Ура, ребят! Мы достигли 100 тысяч населения этого маленького, такого уютненького городка. Ну и если так посудить, последние минут 20 записей я просто сижу и просто наблюдаю за тем, как город растет. И планомерное его расширение ничем таким не славится и не промышляется. Единственное, что я сделаю, но не показал, я разместил парочку таких вот и центр по уходу за пожилыми людьми. Если я все правильно понимаю, это что-то наподобие домов для престарелых. Самое главное, что это повышает продолжительность жизни граждан в моем городе. И это было для меня главной целью. И, наверное, я сейчас ухожу на длиннющую паузу до следующей серии. И мне придется, наверное, сейчас опять очень много ждать, когда наш город придет в, опять-таки, это долбанное равновесие. Ну и тогда, получается, на этом замечательном моменте эта серия подошла к концу. Следующая серия обещает быть гораздо интереснее, чем была эта. Ну, а на этом все. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok